Уважаемые дамы и господа, уважаемые коллеги, уважаемый Александр Григорьевич, хотел бы сказать вам всем большое спасибо за то, что вы приняли наше приглашение и принимаете участие в круглом столе, посвященном 25-летию установления дипломатических отношений международных стран и Украины. Особую признательность хотел бы высказать Национальной Академии в Украине, вице-президента Пирожкова Сергея Ивановича за содействие организации данного мероприятия. В следующем году Академии исполняется 100 лет. Посольство будет радо принять участие в чествовании этого большого праздника, торжественного события и оказать посильное свидетельство в его организации. Уважаемые друзья, вы все в той или иной мере связаны с Казахстаном, вы все являетесь искренними друзьями Казахстана, за что я вам искренне признателен. Поэтому я хотел бы буквально 2-3 минуты занять ваше внимание, сказать, чем сегодня дышит Казахстан, что какие мы модернизационные процессы проводим. Весна текущего года наш президент объявил третью фазу модернизации Казахстана. Две первые модернизации охватили период 1991-1996 год, 1991-2016 год, во первых этапах, которые в целом были успешными для Казахстана. Казахстан состоялся как государство, неплохо мы себя чувствуем экономически, необходимые инициативы и позиционирование Казахстана состоялось. Поэтому мы сейчас постепенно переходим к новому этапу своего развития. Мир сегодня меняется на глаза, происходит мощный геополитический слом, динамично трансформируется мировая экономика. Мир в целом вступает в эпоху 4-й промышленной революции. С учетом этого мы понимаем, что если мы будем сейчас стоять на месте, естественно, мы можем оказаться на периферии мирового развития. Поэтому президент предложил те, которые начали у нас уже реформы, это по трем направлениям. Прежде всего, это политическая реформа в стране. Президент добровольно инициировал отказ от ряда своих полномочий. Прежде всего, значительная часть полномочий президента по регулированию социально-экономического процесса была передана правительству и другим исполнительным органам. В заголовое государство остались только стратегические функции, роль верховного арбитра в отношениях между ведьмями власти, вопросы внешней политики, национальной безопасности и обороноспособности стран. Повышена ответственность правительства перед депутатским корпусом. Теперь победившая на парламентских выборах партия будет формировать исполнительные органы. Правительство будет ислагать свои полномочия перед Нижней палатой парламента, а не перед президентом, как было ранее. Упрощен порядок выражения доверия членов правительства со стороны обоих пола парламента. Тем не менее, хотел бы особо подчеркнуть, что по-прежнему мы остаемся президентской республикой. Значит, достаточно сильной вертикальной власти. Просто пришло новое время, новые процессы за окном, поэтому мы движемся с точки зрения сбалансированности политической системы. Второе направление, которое мы начали активно развивать, это экономика модернизации. В целом экономика Казахстана неплохо себя чувствует, но тем не менее, те реформы, которые были ранее проведены, они уже как бы свой потенциал исчерпали и начали новую реформу. Значит, первое, мы по-прежнему будем реализовывать основные сектора экономики, но переходим на цифровизацию экономики. Этот приоритет будет отдан перспективному направлению на базе цифровых технологий, 3D-притинг, онлайн-торговля, банкинг, цифровые сервисы и так далее. Особый акцент начнется на малый бизнес. Мы полностью раздражаем экономику. Всего лишь 15% будет в стратегиях отраслях курироваться государством, остальное переходит в частности сектора. Это соответствует требованиям УЭСов и практикам ведущих мировых экономик. Большое внимание будет уделяться, опять же, борьбе с коррупцией. Вы знаете опыт Казахстана по борьбе с коррупцией. Он, по-моему, наиболее кардинальный на постсоветском пространстве. Вот если внимать не буду, я детально к этому апеллировать какими-то фактами. Вы все прекрасно знаете. И третье, значит, пойдем по пути гуманизации административного уголовного судопроизводства. Вот это таки в общий аврис экономических и политических рекордов. И третье, мы все прекрасно понимаем, что все эти задачи можно решать, если мы построим новое поколение казахстанцев с мышлением, с особым продвинутым, которые, в принципе, сможет решать эти задачи. Поэтому, значит, модернизация общественного сознания, смысл этого заключается в том, что наше новое поколение должно быть конкретно способным, прагматичным, сохранив свою айтентичность и открытость сознания. В первую мы полностью переходим на трехязычное образование. С первого класса. В 25-м году казахский язык будет перетенал кинский алфавит. Это наш цивилизационный выбор. Значит, с точки зрения, чтобы понять методологию лучшей образцы философской мысли, мы переводим 100 лучших учебников мировых на казахский язык. На основе этих 100 учебников будет наше образование в высших учебных заведениях проводиться. Дальше мы усиливаем работу и большие деньги вкладываем, сохраняя самобытности нашего народа, углубления, изучения, истории, традиции, обычаев, народа, краеведения. Государство будет максимально стимулировать меценатство, помощь успешных людей Казахстана в своей малой родине. Формы и механизмы поощрения этого есть у нас. Запускается проект 100 новых лиц Казахстана. Это те успешные люди в Казахстане, которые сформировались, стали самодостаточными за 25 лет. Их будет максимальная популяризация для того, чтобы показать те ориентиры для молодого поколения, к которым надо стремиться. Вот примерно такие мы работы сейчас проводим. Это работа долгосрочная, рассчитанная на 15-20 лет. Есть уверенность, что мы их реализуем. Спасибо. Дальше я бы хотел перейти к нашим двухсторонним отношениям. Александр Григорьевич очень емко уже задал общий тренд. Сегодняшнее наше обсуждение. Действительно, от 22-го и 92-го года мы установили дипломатические отношения между нашими государствами. С 94-го года в наших государствах взаимно открыты посольства. История наших стран имеет многовековую историю. Есть достоверные факты, что первоукраинские пересиденцы появились в Казахстане уже в 18-м веке. Великий Кодзев Тарашевченко 10 лет провел ссылки в Казахстане, став символом дружбы наших народов. Его многогранная творчество в казахский период стала не только нашим общим, но и мировым культурным наследием. В этой связи хотел бы вас всех информировать, что в октябре в рамках честного 25-летия установления дипломатношений будет организована презентация крупного казахстанско-украинского проекта под названием «Карзарь в степях Казахстана». Подготовлено совместное усиленное посольство, почетного консулата Казахстана и Западной Украины и известного украинского режиссера Евгения Козака. Проект включает в себя книгу. Это сигнальный экземпляр Кобзарь, Степан, Казахстан. И плюс еще одноименный фильм. Клиента уже получила положительные рецензии кинокритиков и завоевала в августе текущего года первое место на международном кинофестивале в городе Калев. Будем рады вас всех принимать. Будет это особое мероприятие, которого я очень большое внимание прикладываю и мы обязательно его на хорошем, достойном уровне проведем. Особой страницей нашей общей истории является Великая Отечественная война. Более 600 призывников из Казахстана участвовали в битве за освобождение Украины. На украинской земле погибло свыше 300 тысяч казахстанцев. Память об этом передается из поколения к поколению, но всегда остается символом дружбы наших народов. Современное украинско-казахстанское отношение это отношение двух равноправных партнеров в основном на принципах уважения и от взаимных интересов. Между нашими странами сформирована солидная правовая база, которая в настоящее время насчитывает более 100 документов практически по всему спектру двухсторонних отношений. Базовый документ это 1994 года, это договор о дружбе и сотрудничестве между Казахстаном и Украиной. В настоящее время договорное право базы расширяется и в работе находится порядка 15 документов. С самого начала независимые наши страны в отношении друг друга взяли курс на сохранение развитых операционных связей, формировали фундаментальные основы для развития сотрудничества в области космоса, энергетики и многих других отраслях экономики. В конце 90-х, в начале 2000-х годов наши страны прошли сложный период становления государственности и стали на устойчивые рельсы развития. Вот запущен ряд совместных проектов сформировала зона свободной торговли. В этой связи хотел бы я отметить, что Казахстан имеет с Украиной два серьезных документа, касающиеся развития зоны свободной торговли. Кто хорошо знает эти вопросы, Казахстан будет последовательно, свои обязательства и о никаком выходе, динансировании этих документов речи не идет. Вне зависимости от каких-то геополитической и геоэкономической конъюнктуры. Мы сейчас, мы по государству, находимся на новом этапе развития. Украина движется уверенным курсом на пути европейской интеграции. Это цивилизационный выбор Украины. Мы его уважаем. Казахстан, в свою очередь, стал членом Евразийско-экономического союза. Доходит, к сожалению, в дальнейшую дефрагментацию постсоветского пространства. Есть негативные тренды в глобальной политике и геоэкономике. Тем не менее, эти все факты, естественно, негативным образом сказываются на интенсивности экономических отношений между Казахстаном и Украиной. Тем не менее, моя работа продолжается. Остается неизменная твердая политическая воля президента Казахстана и Украины, которая формирует общепозитивный фойм и настрой на наращивание казахстанского и геоэкономского сотрудничества по самому широкому кругу. Как сказал Сергей Горькович Новым, пусть это он предал визит в 2015 году, в октябре Петра Алексеевича в Казахстане. Я в то время работал в Центральном аппарате в Казахстане, был закрепленный, встречал на очень высоком уровне, прошел этот визит. Многие решения, которые были приняты на уровне двух главных государств, в настоящее время является основой для того, чтобы мы работали, развивались и реализовывали новый проект. В свою очередь, в декабре 2014 года создался визит Нарстана Бешича. Он тоже придал хороший импульс, но тематика разговора была, естественно, соразмерна той ситуации и тому времени. Вообще, вы знаете, что личное отношение казахстанского лидера к Украине является в целом мощным фактором укрепления наших отношений. Как известно, в 1958-1960-е годы прошли южные годы нашего президента в Украине, его становление как сильной личности и профессионала. Я позволю себе процитировать из его книги, вспоминая годы своего учебы о Украине, установившись отметить, что в Украине я познал силу духа, чувства и красоту поискового народа. Сильнее не скажешь. Казахстан и Украина активно, тесно взаимодействуют в рамках международных организаций. Весьма символично, что мы друг друга передавали эстафеты председательства ОВСЕ. В этом году мы являемся и Украиной, и Казахстан непостоянными членами Совета безопасности. Достаточно работаем тесно сотрудничество и решаем общие проблемы безопасности. У нас развиваются активные межпарламентские связи. В 2015 году состоялся визит руководителя казахстанского и украинской группы друзей Казахстана Руслана Евгеньевича Демчака. До конца текущего года мы планируем, что состоится визит Ирины Герасенко. Уже работа такая соответствующая проведена. Планировалось, что это состоится в конце сентября. По ряду рекендов, вещей перенесено на ноябрь месяц. У нас работает межгосударственная комиссия по торговой и комплексному сотрудничеству. 13-е заседание в июне месяце прошло в Казахстане, в Астане. Постигнуты были хорошие договоренности в области энергетики, атомной энергетики, в области судостроения, авиастроения, в области сельского хозяйства. В целом это позволило нам в этом году получить неплохие уже результаты. Если прошлые годы раньше мы торговали на 5,5 миллиарда, но, к сожалению, по объективным причинам в основном товарооборот снизился до 1,5 миллиарда. Вот в этом году есть хороший тренд. Уже мы по итогам полугодия, выходя, у нас прирост взаимоводового товарооборота составил 34%. Уважаемые друзья, я полагаю, что я не буду останавливаться на некоторых деталях, которые у нас, кстати, я хочу сказать, очень хорошим показателем активизации наших отношений, что только за последний год между нами дополнительно создано 171 совместных предприятий между Казахстаном. Это в области АТК переработки, это в области сельхозмашиностроения, это в области авионики и так далее. Есть еще хорошие планы. Вообще, создание совместных предприятий – это наиболее перспективный путь. Период простого торговли взаимной, период заглядания «давайте друг другу инвестиции» прошел наиболее перспективный формат совместных сотрудничеств. Плюс совместное сотрудничество позволяет обойти все санкционные режимы, которые существуют. В Казахстане, создав совместное предприятие, можно выйти на рынки обширного евразийского пространства. Вы знаете, кто членом евразийского пространства является Союза. Это выход на Центральную Азию, на наших братьев, соседей. Это выход на Иран, это выход на Китай и далее на Персидский залив. Поэтому перспективы у нас большие, мы будем в этом направлении работать. Я считаю, что очень перспективно наше сотрудничество в атомной энергетике. Уже есть серьезные наработки. Мы знаем, что в Украине порядка 60% электроэнергетики, что очень актуально для Украины, вырабатывается силами обыдных электростанций. Мы, Казахстан, находятся в лидерах по атомной энергетике, по сырью, по выработке продуктов, плелов и так далее. Мы договорились с украинскими нашими друзьями, партнерами, для того, чтобы мы будем активно работать. Эта тема достаточно конфиденциальная. Я вам просто говорю, что там большие перспективы и большой экономический эффект будет. Уже реально работа ведется. Она подспудная ведется. У нас большие перспективы в сотрудничестве в IT. Я много по регионам мира выступаю. Традиционно украинские айтишники крепкие. У нас неплохо это утраса развивается. Объединенные финансовые средства есть. Есть голова, надо работать над этим. И уже есть хорошие в этом плане подвижения. Серьезное направление по-прежнему остается независимо от геополитики и геоэкономики. Наше сотрудничество в Традиционно-Украине в космической сфере. Мощный потенциал КБ Южная и Юж-Маш. Мы его будем продолжать работать. Казахстан – космическая держава. У нас есть свой космодром. Есть на работе. Мы будем эту работу вести. И последнее, коллеги, я считаю, что перспективным направлением остается дальнейшее формирование альтернативных транспортных коридоров. Мы все были недавно участниками. В основном, мои коллеги все пасты были в Одессе. Состоялся очень хороший форум с тем, чтобы мы реализовали этот проект по альтернативному транспортному коридору, который охватывает от Украины через Черное море, через Кавказ, наше дружественное Азербайджан-Грузию. И далее уже на Казахстане. Дальше мы выходим на рынки Центральной Азии, Китая и так далее, и так далее. Есть там проблемы, но их надо снимать. Уважаемые коллеги, вот вкратце обрискот, который я задаю. Еще раз хотел бы поблагодарить всех вас за сегодняшнее участие в этом мероприятии. Мы искренне вам признательны. Сегодня всем участникам желаю хорошей дискуссии, обмена мнениями. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!